приветствую всех на канале так глянем что тут у нас тут у нас замечательная вещь ножичек так ножичек этот так открывается и у него что есть у него есть фиксатор то есть вот так он уже не пойдет нужно отжать и только потом он у нас сложится вот так то есть вот это рычаг кроме того тут можно его подвесить куда-нибудь на цепочку и так далее за ремень можно присоединить вот сделан вроде дизайн неплохо стоит кстати недорого я смотрел специально ножички чтобы они по цене были нормальными то есть в принципе очень внешний вид неплохой ножичек так с фиксатором очень даже дизайн то цвет замечание вроде нет глянем что в посылке посылки у нас ножичек 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 такой металлизированный посмотрим детали нет вот звездочки тут винтики винтами скреплено части вот такое лезвие в принципе больше ничего такого нету тут так но и к ремню можно в принципе этот как бы держатель для ремня есть но недостаток сразу какое то что он уже без защиты от вот такого сгибания то есть фиксации никакой нету так что с таким ножичком на быть осторожным предельно иначе может пальцы отрезать да вот так что это опасно так внешний вид ничего металлический такой ножичек подойдет для разных целей будем сравнивать ножички давайте первый измерим положить 51 грамм так 2 ножичек у нас 45 грамм то есть этот легче это тяжелее это и стоит дороже но это преимущество то что есть фиксация это под компакт не будет то есть место меньше будет занимать сумки вот но оба достойных ножичка так главное предназначение которые я хочу для офисных целей и чтобы конверты резать давайте посмотрим конверты как режут так будем считать что это конверт вот но в принципе он не до конца разрезал ну ка еще раз так скажем так но разрезал со второго раза нормально попробуем этим ножичком признать этот луч или кажется ощущение ну так прорезал не до конца надрезал так скажем может может его и вот так надо вставить когда будет получше резать да так лучше режет в одно в принципе для распаковки надо немного опыта набраться ножички нормальные то есть я в принципе для раскупаков посылок решил взять потому что скальпелем это не очень-то удобно так охота что-то более такое абсолютно иметь также эти ножички подойдут куда нибудь путешествие на рыбалку и так далее колбаски нарезать там чего хлеба нарезать все это подойдет но конечно будет хорошенько помыть вот прежде чем пользоваться ну так они место легкие места много не занимает нормальная вещь и по цене конечно приятное так скроем конверт уже с помощью ножа ну чтобы продемонстрировать работу так жалко что два раза резать может подточить их так тут тоже нож ножом мы скрыли распаковали конверт с другим ножом но нож этот интересно чем тем что у него есть вот такие насадки вот это имеет они форму такую то есть для того чтобы вот такие длинные прорези делать для чего это надо но давайте сначала соберем нож ножичка это получается складной здесь соединяется с помощью вот одного винта с гайкой вот он гайки и откручиваем 100 идут у нас есть пазы для того чтобы удобно было хранить такой нож запаски места нету вот и вот так открываем начинаем пользоваться значит что-то ковыряем вот то откроем посылку и здесь у нас нож аналогично предыдущему этот нож но несколько отличается давайте соберем так вот собранном виде тут двумя видами с гайками соединяется но это стационарно то есть его нельзя сложить то есть так и держать нужно немножко опасно то есть такая наконечник все-таки острый можно где-то пораниться наверно ну вот ради простоты но тут есть место для того чтобы веревку привязать чему-то вот такой нож два ножа выполнять одинаковую функцию так что уместно их сравнить значит тот который складной длиннее получается этот короче так но это крепление более жесткая основательно и металл заметно толще то есть где-то два раза значительно толще и он не изгибается так легко как вот этот вот поэтому здесь мне кажется и наконечник у него получше обработан вот но этого это кстати дешевле не складной теперь попробуем их применить для тех целей которые я есть решил использовать я хочу допустим бывает задача разрезать дорожку на печатной плате вот возьмем какую-то дорожку произвольно вот это например проверим пробником пищалки говорит что есть контакт и теперь попробуем с помощью этого ножа купленную так но угол заточки тут немножко надо откорректировать будет я думаю так и соответственно он должен работать так попробуем проверить работает достигли цели мы или нет да мы достигли цели не прозванивается вот теперь этим ножом удастся ли следующий хуже режет он опять же может угол не тот быть но то что он ходит шатуном тоже играет роль поэтому тяжелее глаза . не тот мы буду использовать так как есть чтобы не обманывать вроде сделал попробуем попробуем тоже сработало то есть тоже достигает цели но хуже заметно хуже немножко заточил под другим геометрическим углом вот вот но что сильно давить нельзя потому что он сразу углубляется в плату уходит глубоко заточки угол уже такое стал агрессивный берет он сразу все то есть он легко прорезает дорожку прорезает он глубоко печатную плату то есть в основании уходит поэтому тут как-то с опыта на им придет правильно заточить вот с одного раза я уже прорезал то есть отличный инструмент получается для резкие вот печатных плат на вы вырезать из такой заготовки тоже можно сначала отрисовать плату да и потом а3 вырезать по линиям который не тот и у нас будет печатным плата без всякой химии да вот она идет дорожка очень глубоко уходит вот и смотрите все нормально то есть сейчас для чистоты эксперимента так сделал и так чтобы здесь я немножко скривил чтобы было понятно насколько хороший этот нож так и давайте прозвоним прозвоним видите с одного раза все нормально то есть очень быстро можно будет сделать печатную плату плату нарисовав дорожки потом вырезав и соответственно и без химии без ничего без травления без пи печати без лазерного принято все можно быстро делать вот для этих целей такой нож я приобрел это то же самое в принципе за . другая будет но основном буду ориентироваться на этот это прочнее будет спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока